Друзья, всех приветствую на своем канале. С вами снова я Елена. И сегодня хочу с вами поделиться. Такой небольшой обзорчик сделать. Мы заправляемся на Татнефть. И периодически там проходят разные акции. Была вот такая вот акция. Акция нужно было собирать фишки. И предлагался вот такой вот товар. С очень большой скидкой. То есть со сниженной ценой. Здесь как бы спортивные товары. И мы посоветовались с домашними. Выбрали то, что нам показалось необходимым. Вот это термос и термокружка. Вот остальное в принципе интереса особого не представляет. Так что мы даже не рассматривали. Насос кстати вот здесь есть. Он совсем маленький. Буквально размером с ладошку. Вот так что присмотритесь. Кто где заправляется. Если вы постоянный клиент Татнефть. Имейте ввиду, что можно участвовать в разных акциях и мероприятиях. Которые там довольно часто проводятся. И покажу вам чек. Покупка нам обошлась в 1400 рублей. Вот то есть кружка стоила 600 и термос 800. Сейчас просто покажу их. А потом мы с вами протестируем их. Нальем горячую воду. И посмотрим сколько будут держать. Внешняя кружка выглядит вот так. Она без ручки. Дно у нее такое прорезиненное. Или как будто бархатистое. То есть она не скользит на поверхности. Стоит плотно. Вот такой логотип. Она металлическая. Стальная. Здесь есть описание. Можно остановить, посмотреть. Изготовитель Гонконг. Термокружка. Нержавеющая сталь. Плюс пластик. Вот такая вот крышка. Сама крышка откручивающаяся. То есть вы откручиваете. Там есть инструкция. Она внутри. Вот такая вот стальная. Термокружка. Она прорезиненная. То есть она держит тепло. Даже можно сказать жар. Закручиваем. И здесь есть отъезд. Чтобы пить. И собственно, чтобы начать пить. Нужно нажать кнопку. И нажать еще раз, чтобы закрыть это отверстие. Вот такая вот кружечка. Мы сейчас с вами ее протестируем. Нальем воды. Посмотрим. Кипяченой горячей воды. Посмотрим, сколько она будет держать. Не протекает ли. Вот такая инструкция. Можно остановить. Почитать. И вторым товаром был термос. Вот такой он просто гигантский. Красивый. Он тоже стальной. Снизу он не прорезиненный. Но здесь тоже есть. Текстовая наклейка. Можно остановить. Почитать. И давайте откроем. Здесь два стакана. То есть можно пить за компанию. Крышка откручивается. И затем с небольшим усилием можно достать. Как бы выкрутить вторую кружку. Получается два стаканчика. Которые один в другой вставляются. Внутри они пластиковые. Но довольно хороший пластик. То есть это видно, что качество хорошее. Он гладкий, не матовый. Глянцевый. Вот такой вот. И также здесь такая крышка, которая откручивается. Довольно она тугая. Также прорезиненная. И также внутри есть инструкция. Вот такой вот он. Видно, не видно. Внутри металлический. Крышка прорезиненная. Здесь такой из мягкой белой резины. Такой ободочек. Закручивается она довольно-таки плотно. С небольшим усилием. Я думаю, это хорошо. Потому что если бы она болталась, то выходило бы из нее все тепло. Из этой формы. И также, чтобы открыть, нужно нажать. Здесь написано. Close и open. Вот. И также, чтобы закрыть, снова нужно нажать. Вот. Вот такой вот термос. И такая вот кружка. Сейчас я принесу горячей воды. Мы с вами нальем. И проверим, как долго будет термос. Я думаю, что довольно-таки долго будет держать температуру. И мне интересно, сколько температуру будет держать кружка. Инструкция на термос. Можно остановить, почитать. И сейчас я налью воды. И подождем, пока вода в них остынет. Итак, друзья. Я наливаю горячий вод. Только что скипела. Мы проверим герметичность. И сколько вода будет оставаться горячей. А также, дополнительно, продезинфицируем, собственно, поверхности внутри. Чтобы в дальнейшем не нужно было лишний раз мыть и прочее-прочее. Наливать буду сколько влезет. Поэтому, чтобы дополнительно мне не кипятить воду. Ну вот, фактически полные. И заливаем. Вот, крышки перепутала. То есть, закрываем. Вот так вот. И здесь Итак, давайте начнем с кружки. Снаружи она не нагрелась. Ну, такой легкий-легкий намек на то, что внутри что-то горячее. Но она абсолютно не нагрелась снаружи. Стенки у них двойные. И давайте проверим. То есть, абсолютно герметичная. Ни одна капелька не проливается через это отверстие. Соответственно, если я открою, да, давайте в крышку попробуем. Оп. Соответственно, она полилась. Да, горячая. И опять же, закрываем. Остатки, то есть, они из-под крышки выскакивают. Но так ничего не проливается. То есть, вот там вот внутри небольшое количество застряло. Да, вот этой жидкости. Немножко нагрелась вот тут вот возле края. То есть, когда я наливала, вот здесь вот стало нагреваться. Сам стакан прохладный. И так, давайте дальше. Термос. Тоже довольно хорошая герметичность. Ничего нигде не капает. Так же нажимаем. Так чпокает, потому что горячий там пар скопился. И поэтому такой звук. Так же вот он наливается. Да, все видно. И так же мы нажимаем на внешнее кольцо и закрываем. И опять же то есть чуть-чуть вылилось на стыках. То есть, там, где куда в стык попала вода при сливании она оттуда выплеснулась. Но так могу сказать, что герметичность очень хорошая. Итак, я оставляю кстати, термос не нагрелся. Ни сверху, ни снизу. Все очень хорошо. прохладно. Я оставляю до полного остывания. Засекаю время. Сейчас вам покажу сколько у нас времени. Сейчас у нас 16.49 то есть без 10.5 И мы с вами увидимся через какое-то время. Итак, друзья. Сейчас у нас уже вечер понедельника. К сожалению у меня исчезла возможность снимать когда мне захочется. Но могу сказать, что данные кружка и термос собственно вода внутри остыли где-то в районе 3-4 часов ночи. Вот. Собственно сейчас я просто открываю потому что там вода и она полностью холодная. Абсолютно холодная. Но отлично сохранилась. Кстати никакого постороннего запаха от термоса и от кружки нету. И в момент заливания горячей воды был легкий запах заводской. Но я думаю что он в дальнейшем не повторится. То есть это было единожды при первичном использовании. Вот. И термос соответственно также полностью остыл. И вода в нем холодная. Если вам понравился обзор ставим пальчики вверх. Мне будет приятно. Подписывайтесь кто не подписан. Оставляйте комментарии. И увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.